Приветствую, Саша и Миша. Приветствую, Школа Человек Будущего, Homo Futurus. Наша школа – наше будущее. Поэтому мы сейчас ищем такое название в ролике, которое бы заинтересовало всех, чтобы все подключились в нашу школу и начали получать интересное и полезное. А тут я пользуюсь случаем, хочу Сашу спросить. Саша, ты говорил о том, что ты там посмотрел шаманские психотехники или что там тебя заинтересовало. Может быть, это всех будет интересовать? Или боевой транс, ключ к болевому трансу, или здоровье, или как не заболеть, или как выйти из болезни, или что, кого что интересует. И все пускай будут писать комментарии. Да, говори, Саша, говори. Я хотел бы, когда был в пятницу ликбез, я там рассказывал о том, как уметь учиться для своим телом. Но это же, я могу рассказать, все, которые занимаются спортсмены, они все это сразу поймут. Что это и для чего это делается. Ну, ты же рукопашным боем занимаешься, ты же там федерацией руководишь. В Калининграде. Сейчас вот мы подойдем к этому, вот эти два упражнения, которые я показывал, как вот этот вот гонять волну. Ты потом покажешь, ты потом покажешь. Сейчас о другом речь идет. Сейчас нам надо придумать название, привлекательное для всех, чтобы школу расширять. Надо, чтобы все написали там комменты, какая тема больше всего интересует. Вот сегодняшний день, когда на нас валится вот эта ситуация неопределенности, и все время все получают противоречивую информацию. И вот как быть в этом тупиковом состоянии. И одновременно как повысить иммунитет, как повысить стресс-устойчивость. Ну вот давайте сейчас придумаем вот это. Давайте. Тут же еще можно в этом месте ставить то, что вот Александр тоже предложил, то, что вы и раньше, как бы, Хасай Магомендович предлагали, что вот разделить немножечко людей, те, которые интересуются здоровьем, то есть как улучшить свое здоровье, как избавиться от каких-то недугов, от тех, кто хотят использовать ключ в других целях. Чтобы немножко было разделение, чтобы не все приходили в один ликбез или в один вебинар и могли задавать, соответственно, вопросы по своей теме. То есть что-то болит. Улучшить профессиональных навыков. Да. Ну да, ну тогда мы можем и для спортсменов делать тематические ликбезы, вебинары, и для, например, спортсменов, военных, для теннисистов. Ну так можно много-много-много разных тем поднимать. Но вот сейчас вот этот ролик, как мы назовем, для того, чтобы больше людей подключилось, и этим самым расширили нашу школу. Потому что там же мы будем давать, как повысить иммунитет и эмоциональную устойчивость, чтобы каждый раз не попадать в страх и в панике от этой неопределенности и противоречивости этой информации. Как же поступить? Идти туда вот за этим, вот этим самым, или не идти туда за этим самым? Да. Ну я тут так говорю таким изоповым языком, чтобы канал наш утверждался, развивался. Ну мы все понимаем, да? Может быть, ищем пути, вместе ищем пути дальнейшего развития методики. Да, и науки человечности, потому что я абсолютно убежден в том, что есть вечные ценности, которые во все века, и во всех войнах, во всех конфликтах всегда помогают. Это качество человечности. Потому что наша школа «Человек будущего» по существу школа человечности. Потому что на самом деле даже бизнесмены крутые, вот некоторые я смотрел в интернете, говорят, что честным быть выгодно. Еще такие интересные вещи, да? А знаете, Касай Магомедович, я бы назвал бы так бы. Боевой транс и метод ключ. Ну вот да, кому что интересно, правда, правда. Да, кому что интересно это все. Ну, следующий ролик давай сделаем ключ к боевому трансу. Да, и там вот конкретно Александр будет его автором, так сказать. Давай, давай. И я там тоже подключусь и буду рассказывать. А мне надо вещаться рассказать про боевой транс. Многих это интересует. Ну, сейчас Миша сказал, давайте не больше 5-7 минут ролик. Ну, давайте, чтобы не затягивать. То есть, допустим, тут же Хасай Магомедович вышел, так сказать, с вашей идеей тоже, что давайте, мол, в дальнейшем немножко специализацию такую вводить, да? Потому что на данный момент есть ликбезы для всех, вебинары для всех. И, естественно, когда человек с какой-то... Ну, вот болит у него, неважно что там, физически или нет, у него другой возможности, кроме как в этом ликбезе и вебинаре нет спросить. Поэтому получается, что приходят люди с болезнями и спрашивают в ликбезе и вебинаре. А так будет конкретно отдельно. Вот сейчас помогаем там, помогает Хасай Магомедович тем, кто что-то связано со здоровьем. Как не заболеть в дальнейшем? Да, и как... Да, потому что мне сказали, вы у нас единственный канал, где бесплатно на ликбезе можно получить полезную информацию, чтобы самому себе помочь в трудной ситуации. И в основном больные звонят. Может какие-то еще есть бесплатные, может мы не знаем. Но дело в том, что часто появляются такие условно-бесплатные каналы, где показывают, давайте я вам расскажу, а в дальнейшем вы приходите на платную консультацию. Или вот такое. Мы так не делаем. Да, да, да. В этом смысле, да. В этом смысле к нам приходят, и чем больше вопросов задают, тем больше пользы получают. И поэтому, когда готовятся к бесплатному ликбезу, а объявления мы всегда заранее ставим во всех сетях и на Ютубе тоже, зумы надо всем готовить, чтобы действительно выходить, вопросы задавать, и на самом деле получить помощь. Да, вот это вот. А еще вот как бы не заболеть, вот правильно Миша говорит, профилактически, профилактически антистрессовая подготовка по методу ключ. Как попадая в ситуации, не загрузиться, не потерять здравый смысл, не потерять уверенность в себе, а наоборот использовать стрессовое состояние, как стресс-трамплин, для повышения своих возможностей, чтобы включить свои резервы. Потому что в жизни так часто бывает, но это бывает инстинктивно. Очень многие люди, когда у них сильный стресс, они потом после этого замечали, могли такие подвиги совершать, а в обычном состоянии не могут. А как сделать так, чтобы в обычном состоянии тоже можно было включать у себя стресс-трамплин, для решения, не только чтобы через заборы перепрыгивать, не только там, чтобы там в боевом искусстве или на улице кому-то там, а чтобы какие-то творческие задачи решать, какие-то выступления свои хорошо делать. Но наше время уже заканчивается. Давайте мы обратимся ко всем, какую тему хотите, чтобы мы на следующем бигбезе бесплатном поставили. И плюс еще, как вы относитесь к вот такому, можно сказать, разделению или специализацию на темы, связанные со здоровьем и темы, связанные с использованием ключа, допустим, в профессиональной деятельности или там в спорте и так далее. Вот как ваши отношения? Да, вот тоже такой вопрос. Ну и, конечно, Сашу мы, конечно, будем ждать, чтобы он рассказал, как кому надо, как следует. Нет, не надо. Я же юморист. Да. Но добро должно быть, как говорится, с кулаками, иметь суть, иметь суть не только в физическом смысле, а иметь ресурсные возможности использовать свои резервы, чтобы лучше соображать в сложных ситуациях. Это и есть тот кулак, да. На самом деле, добро всегда побеждает зло. Хорошо, договорились, да? Договорились, давайте пробовать, да. Спасибо. Да, да, еще извиняюсь, а название-то какое дадим этому ролику? А теперь самое интересное, как вот этому ролику Дорогу осилит идущий, вот. Так, а я бы назвал, я бы назвал ролик с вопросом, как дальше будем развивать метод ключ? Или как дальше жить, да, или как? Как нам жить, да, или как? Пути развития метода ключ. Можно так, да. Хорошо, хорошо. Обнимаю вас, друзья, и всех участников Школы Человек Будущего Homo Futurus. Напоминаю, мы в окно в будущее, потому что только вместе мы, сила, объединяемся. Все. 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 Все.